Привет, я уже шестой раз пытаюсь снять это видео, поэтому за это время уже успела потемнеть, так что будем в полутьме, в сумерках работать. Я вернулась в TikTok, кто не заметил, чтобы снимать там вот эти шедевры. Я очень счастлива там быть, честно, у меня наконец-то есть память на телефоне для того, чтобы скачать TikTok, и он был там долго, а не существовал до того момента, пока мне нужно что-то сфотографировать, и мне придется удалить целое приложение. Боже мой, мне так не хватает контента в Твиттере и Инстаграме, и в TikTok, когда заходишь, там просто пропасть, там огромное количество, ты листаешь, я там часами пропадаю, я не могу остановиться. I need help. Поэтому сегодня, собственно говоря, мы и пришли к такому видео. Сегодня я вам покажу свои самые любимые TikTok, а также я просила вас в Твиттере и Инстаграме подписывайтесь, если вы там еще, нет вас там, кинуть мне самые любимые ваши TikTok, самые интересные, самые смешные, самые классные. Так, начнем с моих любимых TikTok, потому что в них я... Мой самый любимый TikTok, который я не могу перестать цитировать уже несколько дней. Я не могу передать словами, насколько я обожаю эту цитату. Вообще, я когда увидела этот TikTok, я смеялась пять минут, а потом я подумала, что этот человек это снял, и я просто, я невероятно обожаю вот этот вот акцент. You overcooked fish? Jail. You undercooked chicken. Right to jail. Right away. Я провела некоторый ресерч и вспомнила, что это гениальная цитата из потрясающего сериала «Парки и зоны отдыхов», где в серии, которая называется «Sister City», где там приехали амбассадоры из Венезуэлы. И, боже, я вчера пересмотрела эту серию, это потрясающе. С другой стороны, вот, когда я думала, что это просто какой-то чувак говорит, мне от этого, возможно, было еще смешнее. Следующий TikTok не смешной, он не должен быть смешным, он просто очень классный, но я не смогу ставить там оригинальную музыку, а оригинальная музыка максимально подчеркивает офигенность этого TikTok, но меня забанят, меня забанят сразу же. Я ненавижу копирайт! Просто посмотрите, девочка снимает китайскую моду, и я просто офигеваю, я подсела на этот контент, вы посмотрите на этого чувака. Я ради второго, я пересматривала этот TikTok миллион раз уже, ради второго чувака на скейте. Насколько это красиво, я просто офигеваю. Купец, если бы я увидела, что так люди ходят, вот как они только что вчетвером шли, я бы просто, у меня бы вот так слюни лились, и я бы за ними ходила везде. Я хочу знать, чем занимаются эти люди, потому что это выглядит божественно. Я хочу видеть таких людей на улице, я хочу жить в аниме, я обожаю этот TikTok. Что здесь не любить? Здесь собака захотела огромный кусок масла. Я могу смотреть это видео, просто почему ему так нравится масло? Мне нравится, как они берут этот брусок. Есть что-то вот такое интересное в том, что ты никогда не брал полностью в руку? Вот этот большой кусок масла, когда ты держишь этот брускет в руке. Брускет, это, возможно, это что-то маленькое, наоборот. Он убежал. Я обожаю, они все в масле, и этот пёс не хочет его отдавать. Что может быть лучше? Боже, они схватили нож, они схватили нож. У него слюни льются вместе с маслом, боже, потрясающе. Следующий TikTok такой душевный, мне нравится, что это подписано, что жизнь иногда просто как кино. У меня огромная вражда с субтитрами в Adobe Premiere, поэтому я сразу расскажу. Кто-то переехал в дом напротив, и каждый день теперь они встречаются взглядом с тем, кто сидит там в окне. И она решила сделать первый шаг и помахать этому человеку, парню. И с тех пор он держит окно закрытым. Честно, я, наверное, должна была догадаться, что здесь будет какая-то шутка, но я искренне верила в то, что сейчас будет какая-то романтическая история. Это как в клипе Taylor Swift, где они через окно друг другу таблички показывали, и это было очень мило. И я думала, они встретятся и подружатся, а он просто закрыл окно. Здесь TikTok про то, что, типа, Джеймс Блант очень крутой, Джеймс Блант это певец. И он в TikTok очень смешно людям отвечает на все комментарии, которые они ему пишут. Кто-то пишет, у Джейса Бланта есть твиттер, о чем он вообще там пишет? Он пишет о том, как я твою мамку и пал. Кто-то написал Джеймс Блант, и потом дальше набор слов на каком-то другом языке, и заканчивается все словом Гитлер. И он пишет, я чувствую, что здесь что-то нехорошее. Немножко Джеймса Бланта никогда никому не навредило. Он отвечает, зависит от того, куда ты его засунешь. Он вообще не выглядит человеком, который бы так резко отвечал людям. Лицо Джеймса Бланта меня абсолютно раздражает. Говорит, тогда посиди на чем-то другом. Вот... Ка... Что он делает? Как он после этого пойдет дальше в школу? Что? Пузом! Прям пузом влез. Я охренела, когда увидела этот тик-ток. Как люди там живут? Или это фотошоп? Я так часто попадаюсь на фотошопы, видео-фотошопы, что мне стыдно на себя. Так это... Ладно, они тут музыку красивую поставили под него. Не, пожалуйста, снимите так, чтобы гудение вот это вот было, когда все окна трясутся, когда он прилетает над тобой. Я обожаю вот этот тик-ток. Я не знаю, постановка это или нет. Сейчас столько постанов, и меня так это бесит, потому что есть в мире смешные вещи, снимайте их. Здесь парень решил давать девушке во время ее рабочих митингов всякие рандомные предметы. Я тоже из тех людей, которые будут доставать людей в самых неприятных, неудобных, точнее, для них ситуациях. И я прям вот очень релейтабл к этому чуваку. Боже мой, сначала я забыла, что это за тик-ток. Говорит, я пытался сделать, типа, классное слоумо, но я увидел что-то очень необычное под водой. Подождите. Как я обожаю. Еще один тик-ток с людьми модными на китайских улицах. Вы посмотрите на этот гэнг бабушек крутых, которые идут в традиционных платьях с веерами. Насколько же круто они выглядят. А эти? Да они же как с картинки сошли. Как так красиво выглядеть? Боже мой, я вчера раз в 15 посмотрела этот тик-ток. Я просто обожаю малых, которые в возрасте 4 лет, не знаю, уже дерзкие, и они очень хорошо говорят. И у них уже есть вот этот гонор какой-то, знаете. Так, давайте сначала посмотрим его с оригинальным звуком. Я потом вам расскажу, о чем здесь, если вы не поняли. Обожаю. Она начинает говорить, типа, блин, капец. Он говорит, что-что-что они сказали. Она говорит, ты меня разоришь, ты съедаешь все мои деньги. Он такой, блин, они сказали, что я тебя разорю. Ну ладно, у тебя есть сыр, который я могу съесть. Я обожаю, насколько резко у него переход от того, что я съем все твои деньги. Ну ладно, есть что-то, поесть еще что-нибудь. Так, остальные там с музыкой, которые я не смогу вставить, и без музыки будет непонятно, поэтому давайте переходим к тем, что вы там накидали. Он в лужу упадет. Смешно, конечно. Ну а если бы он попал в лужу, так как в моем самом любимом видео вот он уходит. Вот он уходит. Было бы, конечно, смешнее. Я этот тикток, следующий, посмотрела раз пять, наверное, и я до сих пор не поняла, что здесь происходит. Он дает ей мороженое. Она выта... Здесь кто кого обманывает. Она, типа, забирает у него рожок... У нее есть рожок, она... Объясните мне. Блин, мне становится с каждым разом все грустнее и грустнее такие тиктоки смотреть, и вообще видео, где кто-то бьется, собака или не собака. Я каждый раз вспоминаю, у меня есть история, которая меня травмировала. Я однажды в Мариуполе каталась на сноуборде. Там есть специальное место, типа, мини-каток такой. И, во-первых, это сама по себе история, капец. Каток. Пошел дождь, никого там нет. Снег лежит, но он такой полумокрый, знаете, и в дождь никто и, конечно, не пойдет. А я была там несколько дней, и я очень хотела попробовать кататься на сноуборде, потому что я никогда этого не делала. И я думаю, ладно, хрен с ним, дождь не дождь, лед, снег там есть, точнее, катиться будет, поехали. И нас пускают, значит, на каток, только мы там, там больше ни одного человека нет. Нас пристегивают на вот эти вот штуковины. Я поняла, что я презираю сноуборд, потому что я не могу, когда у меня ноги поставлены в неудобном положении. И когда я падаю, я не могу ими ничего делать. Я, типа, всегда к ним пристегнута. Это очень неудобно и неприятно. Ну, в общем. Значит, люди закрылись там в свои будки, где вот это у них билеты продают. Я не умею кататься, первый раз, естественно. И я начинаю, ну, чуть-чуть, по чуть-чуть скатываться, естественно, валяюсь, я вся мокрая. В какой-то момент начинает... На эту горку приходит просто стая собак. И они все начинают гавкать. И я не понимаю, что делать. Они ходят, они начинают ходить возле меня, рычать. И я как будто была, знаете, в воде рядом с акулами, которые в какой-то момент могут сейчас меня укусить за лицо, не знаю. Потому что я сижу, я на уровне этого пса. И я не могу встать. И я не могу убежать, потому что не могу расстегнуть себе эти долбаные ботинки. И, боже мой, я сижу, я не знаю, что делать. Потому что каждый раз я встаю, допустим, я по чуть-чуть иду, они что-то там где-то отошли куда-то. И я начинаю скатываться, и они начинают на меня бежать. Я падаю, они возле меня ходят. И там, короче, несколько потом убежала. Осталась одна собака. И я опять в какой-то момент упала. И она стоит возле меня, и она вот так вот ходит кругами. И я пытаюсь встать, чтобы она не откусила мне нос хотя бы. И в какой-то момент я её задеваю вот этой доской по лапке, и она начинает так скулить. Боже мой, это был самый душераздирающий звук, который я слышала в своей жизни. И она пытается вот так головой по лапке делать, потому что она не может её схватить вот так, чтобы ей не больно было. И я не могу ей ничего сделать. Я расплакалась, по-моему. Мне так её было жалко. И я не могла никак ей помочь. Я об этом не могу перестать думать. Это было 4 года назад. Я каждый раз это вспоминаю, мне её так жалко. Боже мой. У неё ножки, лапки замёрзли на снегу ходить постоянно. И когда по мокрой бьёт, это ещё несколько раз больнее. Боже мой. У меня такое с картошкой часто случается. Здесь она сгнивает за считанные секунды. Я не знаю, почему. Здесь сыро и холодно. Точно так же, как в подвале. Почему в подвале она может лежать месяцами и годами, а у меня в шкафу она сгнивает за несколько дней. Я теперь стала её в холодильник класть. После нескольких опытов плохих, когда ты берёшь картошку в мешке, ну типа в пакете целлофановом, когда ты вообще не открывал ещё даже его. И я его тяну, и там начинает этот мусорный сок, этот лица, и она вся... Она воняет, и на носки мне капает, и на пол, и... Боже мой, я обожаю это. Я даже досматриваю... Я потом это досмотрю, чтобы это было видео не слишком длинным, но я думаю, здесь важно не столько то, что она говорит, сколько то, какая это ситуация. И, боже мой, каждый раз. Я каждый раз это делаю. Я стою в душе, или я засыпаю, или мне просто делать нечего, и я начинаю давать интервью. Татьяна, как вы стали столько успешным комиком? Ой, это очень смешная история. Однажды я пришла на пору разбираться, и меня просто так заметили из толпы. Попросили рассказать новость, и я, конечно же, подготовилась. У меня была самая смешная новость в зале, никто не мог её перекрыть. До сих пор не могут побить мой рекорд 1995 года. Я рассказываю новость, я просто выстреливаю шутками налево-направо. Ребята смеются, в слезах остановиться не могут, говорят, ты должна стать нашим пятым участником нашей команды. Я думаю, ну как я могу? Я не знаю. Я на тот момент была уже успешным ютюбером, и мне не хватало времени на то, чтобы полноценно заниматься комедией. Но как вы в это же время смогли стать настолько успешным музыкантом и иллюстратором? Я, честно сказать, даже не знаю. Оно всё как-то само сложилось. Знаете, когда вы очень сильно чего-то хотите, я обладаю всеми талантами, которые вообще есть. Расскажите, о чём вы даёте интервью, как вы представляете себя. Всё, я думаю, пора заканчивать. 31 минута. Боже мой, мне пора на работу. Всё, спасибо большое, что посмотрели это видео. Мы увидимся с вами в следующем видео. Пока!